Мой парень сказал, что я с ним только из-за денег и захотел доказательств того, что я с ним не ради денег, а потому что люблю. Что касается денег. Женщина не выжила бы в эволюции, вот когда были динозавры гоняли. Вот женщина, если бы она не думала о себе, о своем потомстве, она бы не выжила. Ее съели тираннозавры. Она должна была выбрать мужика, который сможет ее защитить, который сможет убить динозавра и принести ей мясо. И благодаря которому она сможет выжить, и дети ей смогут выжить. Для этого ей надо был мужчина, чтобы он приносил мясо. И женщина изначально, когда планирует отношения, она планирует, что он должен зарабатывать, он должен обеспечивать, у нее есть свои обязанности. Очень правильно это рационально, потому что женщина должна подумать о себе и своих детях. Сколько бы мы ни учили историю, женщина всегда выживала исключительно благодаря своему уму и нахождению рядом каких-то сильных, крепких мужчин. Сама бы она не выжила. Поэтому здесь это все эволюция, это все генетика, знания предков. И женщина выживает в любой ситуации. И тогда при динозаврах и сейчас на все надо деньги. Купить продукты тоже надо деньги. Сейчас не побежишь, не убьешь динозавра. И тогда было тяжело это сделать. И сейчас заработать деньги достаточно тяжело. Поэтому женщина рационально распределяет. Она ищет мужчину, который будет соответствовать требованиям. Который предоставит ей тот уровень свободы, который ей надо. Который предоставит ей тот уровень обеспечения, который ей надо. потому что одной женщине достаточно, чтобы был домик и грядка там посадить что-нибудь, другой женщине надо, чтобы было 3 квартиры, вот, и здесь в этом ничего плохого нет, каждый мужчина выбирает себе ту женщину, которую он хочет, вот, он видит, что она хочет там в селе сажать картошку, и такие женщины есть, ничего плохого тут нет, но на самом деле, это минимум, что она хочет, ни одна женщина не хочет садить картошку, любая женщина хочет жить во дворце, Вот ни одной я не знаю, которая хочет жить и сажать картошку. Но она понимает, что она не найдет мужчину от такого уровня, который сможет ее перевезти в дворец. И она соглашается на какой-то минимум, минимум выживаемости. И это очень плохо, потому что обычно это говорит про низкую самооценку. Ну или воспитание. Вот так ее воспитали, ее воспитали хорошей девочкой. А хорошие девочки должны радовать, а хорошие девочки должны делать то-то, то-то, то-то. А может, он должен быть накормлен, а может, должен быть постиран, и дети должны быть не с сопливыми носами. Вот это она по этому сценарию и идет. А есть другие девочки, которые хотят гораздо большего, и тут тоже нет ничего плохого. Поэтому ущите себе то, что вы хотите, и не осуждайте никого. Каждый получит то, чего хочет, так или иначе. Осуждать вообще смертельный грех. Поэтому я вам советую думать о себе, о своем будущем и знать, что вы хотите. Ваш психолог Алексей Коваль.